Истец Галина Жукова подает иск о признании ответчика недееспособным с последующим помещением его специализированное медицинское учреждение. Ответчик Игорь Ермилин против заявленных исковых требований возражает. Открыто слушание дела. Вам слово. Ваша честь, к нам в орган опеки обратился Касухин Италий Константинович с просьбой приздать недееспособным Ермилина Игоря Владимировича в связи с тем, что он ведет себя неадекватно. Соответственно, наш орган опеки провел проследование, так скажем, свое. И все, что было описано в заявлении соседа, это не родственник, это сосед нашего ответчика, все, что было описано, подтвердилось. И поэтому мы, подождите секундочку, я скажу. И поэтому мы, так скажем, написали заключение, что нужно признать недееспособным данного гражданина. Ваша честь. Дело в том, что ответчик с детства болеет ДЦП. Мы понимаем, что это очень серьезное заболевание. Что такое ДЦП? ДЦП – это детский церебральный паралич. Мы, представители органа опеки, обратились к медикам, поскольку данная болезнь, она имеет разные степени изменения. И нам было сказано, вот присутствует справка, что у данного гражданина очень сложная, тяжелая форма распространения болезни. Ваша честь, позвольте слово. Дело в том, что я хочу отметить, при данном заболевании очень часто проявляется как психическая проблема развития, так и речевая проблема развития. Очень много факторов, которые бывают. Это и задержка психического развития, задержка интеллекта, проблемы с телодвижением, проблемы с моторикой, как понимаете, да? Я хочу вам задать вопрос. Да. Лицо, которое вы хотите признать недееспособным, оно понимает значение своих действий, может ими руководить? Понимаю, Ваша честь. Вы знаете, Ваша честь, у нас здесь медицинское заключение, которое было сделано очень трудным способом, потому что, когда мы пришли о свидетельстве данного, так скажем, подопечного, он настолько неадекватно себя вел, что он даже не пустил ни представителей опеки с нашей стороны, ни представителей медицинской службы, не пустил даже того врача, которого он прослеживал, ну, в смысле, отслеживался несколько лет. Он не пустил врача. Он не пустил домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть он просто не открыл? Разве это свидетельствует о психической неполноценности или о том, что он не понимает значения своих действий? Давайте мы сейчас выслушаем людей, которые направили заявление. Прошу прощения. А потом я с удовольствием и очень внимательно побеседую с вами. Я продолжу. Прокуратура у нас в зале, как я понимаю. Мнение прокуратуры нам известно. Так, продолжайте. Да, Ваша честь. Так, еще у меня один вопрос. А почему и какие основания были у соседа обратиться в органы опеки? Вы знаете, относительно оснований, что я со своей стороны могу сказать, это неадекватное агрессивное поведение подопечного. Я здесь как среднее лицо, понимаете. Я не заинтересована в том смысле, что мне хочется, чтобы подопечный хорошо жил, но при этом я понимаю, что... А что значит хорошо? Это значит, что когда человек не может за собой ухаживать, за ним должно ухаживать государство. И в данном случае, как представитель опеки... Я хочу сейчас задать вопрос. Игорь Владимирович вас зовут? Да, правильно. Игорь Владимирович, вы сами сегодня надевали рубашку? Разумеется, Ваша честь. А где вы находитесь сейчас? В зале суда, Ваша честь. А по какому вопросу? По вопросу того... Сейчас, позволите маленькую ремарку, здесь разыгрываю. По какому вопросу вы находитесь? Я здесь нахожусь в качестве ответчика по иску отдела опеки, а признание меня недееспособным. Спасибо, достаточно. Итак, продолжайте. Где же должен находиться Игорь Владимирович, по вашему мнению? По нашему мнению, люди с такой степенью смешанной, тяжелой формой распространения, быстро прогрессирующей формой распространения здоровья, ну, в смысле, нарушения здоровья, такие люди должны находиться либо в интернате, либо в медицинском центре, где за ними будут ухаживать с должным уважением и медицинским вниманием. А квартира у вас приватизирована в собственности или муниципальна? Квартира, да, муниципальна. Но я... Позвольте маленькую ремарку, Ваш честь. Большая квартира? Да, четыре комнаты. Четыре комнаты в центре города? Да. Понятно. Итак, мне понятна сейчас суть Вашего заявления. Я хотел бы выслушать третье лицо. Скажите, пожалуйста, а Вы где проживаете? Я проживаю вот вместе с этим господином. Год назад я купил квартиру. Вместе? Что значит вместе? Ну, в одном доме, значит. В одном доме выше, ниже, в одном подъезде? Нет, я проживаю под ним. И год назад купил эту квартиру. И честно Вам признаюсь, что жизнь... После того, как я переехал под этого господина, мягко сказано, невыносимо. Почему? Потому что какие-то крики, постоянно какие-то лезут клопы, льется вода. И вообще его поведение часто непредсказуемо, неадекватно. Будьте добры, у Вас есть какие-то документы, подтверждающие, что квартира была залита, что клопы лезут, Вы вызывали санэпидстанцию, ну и так далее. Да, есть документы. Передавайте суду документы. Ну, хорошо. Медицинские документы и документы, свидетельствующие о том, что нарушает Игорь Владимирович права проживающих. Ну, самое главное, нет. Я не вижу ни одного акта здесь. Ни одного акта не вижу. Это только Ваши слова. Вы знаете, нет. Есть запись мобильного телефона, когда он напугал моего доступа сына. Я боюсь не за собственное здоровье, а за здоровье больше своего сына. Мы прослушаем. Я окружаю детей, которые живут в нашем доме. Спасибо, Игорь Владимирович. Да, Ваши слова. У меня к Вам вопрос. Вы знакомы с этим гражданином, который находится в жале. Это мой сосед снизу. Ваш сосед снизу? Да. Ваш сосед снизу утверждает, что Вы ведете себя неправильно, агрессивно, нападаете на членов его семьи, заливаете... Это является полной ложью и провокацией, Ваша честь. Я хочу заметить, что, оставляя за собой право при любом исходе данного иска, хотя я полностью уверен в своей правоте, подать на данного гражданина встречный иска в защите моей чести, достоинства и деловой репутации, поскольку данные заявления гражданина являются на 100% клеветой. Начнем с того, что детский церебральный паралич, как известно, заболевание центральной нервной системы. Я думаю, органам опеки это известно. Но при этом оно не является психическим заболеванием как таковым. Люди, страдающие... Органы опеки очень правильно указали, что бывают различные формы ДЦП, легкая, средняя тяжесть, тяжелая форма. Но большинство людей при этом полноценные, живут нормальной жизнью. Я... Еще мой ответ насчет моей якобы недееспособности. По вашей чести, у меня есть справка с работы. А где вы работаете? В компьютерной фирме, занимаюсь интернет-дизайном, и уже достаточно давно. Передайте мне все документы, пожалуйста. Игорь Владимирович, справка. Передайте мне, пожалуйста, все документы. Абсолютно все, да? Да, все документы, которые вы принесли в доказательство своей позиции, и озвучьте их. Там в документах находится справка с работы, о том, что я действительно работаю в этой компьютерной фирме, справка о моих гонорарах, справка о выполненных работах, а также медицинское заключение из того реабилитационного центра, где я наблюдался в течение многих лет. Все медицинские документы подтверждают полностью мою дееспособность. Вам установлена инвалидность государством? Да, вторая группа, вторая степень. Понятно. Вы живете один? Живу официально один, но со мной меня часто навещают, и остается на ночь иногда моя подруга, которая скоро, дай бог все сложно, станет моей женой. А вот третье лицо заявляет о том, что вы заливаете квартиру, клопы от вас лежат. Позвольте пояснение, Ваша честь. По поводу так называемых заливов, клопов и прочего, это все, к сожалению, ложь, к его сожалению, к моему счастью, потому что у меня в квартире образцовая чистота и порядок. Моя подруга за этим старается следить. Ваша честь, я прошу прощения. Я хотела бы внести некоторую информацию. Два года назад у господина Ермилина погибли родители. И если до этого времени за ним очень хорошо ухаживали, и в принципе сильно проблем не было с соседями, то следствие в течение последних двух лет, это просто какой-то кошмар. Я же говорю не просто эмоционально. Конечно, я понимаю, что в квартире, которая находится в центре города, с видом на Кремль, который... Вы знаете, мне кажется, вы изначально, мне кажется... Так, не надо меня перебивать. Мне кажется, вы изначально не ту... Я штрафую вас на 2000 рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Хорошо, я буду говорить тише. После того, когда в этой квартире стал зарегистрирован в муниципальной, подчеркиваю, квартире, которая находится в центре города с видом на Кремль, как сказал Игорь Владимирович, остался зарегистрированным один инвалид, вот в этот момент появился сосед, который почему-то посчитал, что гражданин, проживающий над ним, недееспособный, беззащитный, обращается в органы опеки. Органы опеки вместо того, чтобы разобраться досконально в ситуации, представляют мне фиктивные документы, которые не соответствуют действительности. С чего вы взяли, господин судья? Объясню. Во-первых, не господин судья, а ваша честь или уважаемый суд. Это во-первых. А во-вторых, потому что я провел все необходимые исследования и подготовку к этому процессу. Потому что вот такая вот работа, которую я осуществляю, может привести к нарушению конституционных прав гражданина. И я не имею права нарушить конституционные права, которые гарантированы государством. Так вот, я вам докладываю, что в процессе подготовки к судебному заседанию была назначена экспертиза, которую Игорь Владимирович прошел. У экспертов не возникло сомнения в том, что Игорь Владимирович понимает значение своих действий. Ваша честь, вот я настаиваю, чтобы этот диск был просмотрен, потому что на нем... Передайте приставу, пристав обеспечьте просмотр. Понимаете, когда тебя постоянно дразнят, когда он и его там дружки приятели... Уважаемый ответчик, если вас постоянно дразнят, почему вы не обратились к нам за помощью? А зачем? Почему я должна сегодня выставлять себя, извините, товарищ судья, не в том свете? Почему вы сразу... Я штрафую вас еще на 2000 рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Я обращал ваше внимание, что обращаться к суду надо, уважаемый суд, или ваша честь, лучше, уважаемый суд, в соответствии с законом. И слова я вам не давал. Продолжайте. А кто снимал вот это вот? Снимал, соответственно, сын ответчика, который вырвал у меня пакет с продуктами. Как, кстати, это хорошо видно на записи. А потом начал, извините, ржать, я к коне издеваться. Игорь Владимирович. По поводу обращения в органы опеки, я все-таки немного себя уважаю. И из-за малолетнего идиота, да простит мне, уважаемый суд, такое слово другого не подберу. Обращаться в органы опеки, я считаю, не за собой. Я прошу прощения. Вы знаете, я бы в частной беседе назвал бы человека, который осуществлял эту съемку еще резче. Так вот, я докладываю вам, уважаемый представитель органов опеки, что Игорь Владимирович после этого конфликта самостоятельно обратился в органы МВД. И передо мной лежит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего сына господина, сейчас я скажу, Косухина. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Органы опеки обратились в суд с заявлением о признании Ермилина Игоря Владимировича недееспособным вследствие психического расстройства. В заявлении о признании гражданина недееспособным органы опеки изложили обстоятельства, которые, по их мнению, свидетельствуют о наличии у Ермилина психического расстройства, вследствие чего гражданин Ермилин, по мнению, опять-таки, органов опеки, не способен понимать значение своих действий или руководить ими. Органы опеки обратились в суд с настоящим заявлением на основании заявления Косухина Виталия Константиновича, который является соседом Ермилина. Суд в порядке подготовки к судебному наседанию назначил проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ермилина. Заключение эксперта свидетельствует о том, что Ермилин понимает значение своих действий и полностью осознает последствия их. Одновременно с этим суд назначил проведение обследования жилища Ермилина, которое показывает, что жилища находятся в нормальном состоянии и права третьих лиц не нарушаются. Одновременно с этим при подготовке к судебному наседанию суд получил заявление от Ермилина о привлечении к уголовной ответственности господина Косихина Виталия Константиновича по факту клеветы. В настоящее время мировой суд рассматривает это заявление. Учитывая все изложенные обстоятельства, учитывая доказательства, которые были предложены сторонами и которые были исследованы объективно и всесторонне настоящим судом, суд приходит к выводу о том, что оснований для признания господина Ермилина недееспособным отсутствуют. И еще суд выносит частные определения в отношении представителя органа опеки и попечительства у правы, считая, что в действиях представителя имеются признаки коррупционной составляющей и направляет частные определения в префектуру и в органы прокуратуры. Слушание, дело окончено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Решение суда. В иске отказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин